У кого есть дома подобная лампа, кому она помогала? У нас, например, если ребенка родится зимой, там трудновато. Если вы кормите грудью, если у вас нормальный режим пребывания ребенка, то, пожалуйста, так и делайте, никакие ему вифероны, ничего этого не нужно. Что советует центр Гордеева? Давайте посмотрим сюжет факты о народной медицине. В конце 18 века народная медицина считалась неотъемлемой частью общепринятого направления. В странах Африки, Азии и Австралии высоко ценятся лекарства животного происхождения. Местные колдуны и шаманы используют в своей практике жир, кровь, молоко и другие части животных. Массаж, физиотерапия и костоправство присутствуют в народной медицине многих народностей. В странах Ближнего Востока принято делать массаж пятками. На Таите предложат сделать массаж всем телом. В Китае целители будут воздействовать точечным методом, а в Японии приложат камни. На Востоке чаще всего используются такие методы лечения, как окуривание и прижигание, которые у европейских народов приобрели более приятную форму – ароматерапии. У славян посещают бани, в которых организм не только очищается, но и восстанавливается. После продолжительного применения солодки из организма в большом количестве вымывается кальций и другие полезные минералы. Сильнейшую аллергическую реакцию может вызвать безобидная ромашка, которая особенно опасна для детей. На практике врачи часто вынуждены заниматься лечением и спасать жизни людей, которые не соблюдают дозировку народных рецептов. У меня вопрос к врачу. Скажите, а часто обращаются к пациентам за лечением последствий использования методов народной медицины? В 50% случаев, наверное, обращений. То есть вначале обычно приходят, неделю мы лечились, и потом уже список выдается чем. Обращаются, да. И мы переходим к классике. Ну, как правило, уже в этом случае, да. Скажите, а к вам, как к представителю фитотерапии, часто обращаются после того, как классическая медицина не помогла в принципе и травма помогает? Ну, тоже так же часто, да. Вот поэтому мы и говорим о том, что нужно это объединять. То есть методы, да, они все хороши, и в комплексе они должны работать. А у нас же или одно что-то делают, или что-то делают другое. Потом, понимаете, ведь фитотерапия, как и, наверное, другие методы нетрадиционные, они ведь не лечат острые состояния, да. То есть они лечат хронически, вяло, текуще, долго, затяжные заболевания. Но, опять-таки, в сочетании уже с медикаментозными какими-то препаратами. Острые-то состояния ведь нет. Поэтому, наверное, как и у вас, так и у нас есть вот свои перегибы, да. Но объединить это не всегда получается. Как-то вот мы немножко друг от друга отстранены. Почему? Может быть, вы сами друг от друга отстранились? Мне кажется, это в силу каких-то людских убеждений. То есть очень часто встречаемся с людьми, которые либо только классика, и полностью противники фито, либо только фито-фито. Мне кажется, это в силу бизнеса, потому что так всем удобнее. Есть ли у вас какие-то вопросы к врачам, к фитотерапевту, да? Да, я просто вспомнила еще об одном методе лечения. В детстве меня лечили и вылечили с помощью лазеротерапии. То есть терапии лазерным лучом по активным точкам человека. Вот что-то об этом вы знаете, можете сказать. Просто дело в том, что у меня была сильная аллергия, то есть на фоне которой даже дошло до бронхиальной астмы. И не помогало ничего. Ни мази, ни лекарства. То есть я и в больнице лежала. То есть не помогало ничего. И потом вот меня мама повела на вот эту вот, ну, как бы лазеротерапию, да, которая, в принципе, мне помогла. После чего в течение там буквально месяца у меня все прошло. Вот что это и вообще есть ли сейчас где-то подобное у нас в Уфе, потому что, в принципе, можно было бы даже порекомендовать людям, вот, которые страдают подобными заболеваниями. Сейчас, я думаю, что сложно сказать, что было тогда на самом деле. То есть это сколько лет назад было? Ну, лет 15 назад, наверное, да. То есть где это было, как это было, как это проводилось, что это вообще такое было. Но, опять же, никто не отменял вообще содружество, опять же, той же самой классической медицины и нетрадиционной медицины, когда используются и точки в теле человека. То есть мы это каждый раз мамам тоже рекомендуем, когда говорим об их новорожденных детям, чтобы и на ножках там есть у нас точки, еще где-то. То есть это та же самая классическая медицина, воздействие на точки тела. Это проходится даже на той же самой физиологии. Я просто хотела бы для себя подвести определенные итоги. То есть когда человек занимается лечением и, собственно, своим организмом, ему сначала надо понимать. Допустим, бил анализ крови, да, он посмотрел, ему что-то не хватает, что-то ему будет определенно лишнее. Изначально надо очистить свою кровь. То есть наша плазма, это наш природный, как бы, иммунитет и так далее, и так подобное. После того, как вы очистили кровь, сразу же у нас идет МРТ, проверить, то есть, ну, что у вас есть, чего у вас нету. После этого, я думаю, уже можно будет заниматься, даже если самолечением, то только с консультацией врача, чтобы понимать, одна и та же клетка... Это сейчас вопрос или... Нет, это констатация, как бы, вот всего то, что я услышала, и кто согласен, кто нет, да. То есть по этапности обследования своего организма, чтобы не сделать лишнего по бюджету и понимать, что все будет эффективно. Вот, опять же, если одна клетка до 15 минут втягивает какие-то полезные вещества, то после 15 она вытягивает. Поэтому один препарат может действовать двояко, как бы... Лишнее по бюджету, это понятие очень относительное. Я хотела еще вот тоже по травам уточнить, это, наверное, даже не вопрос, но вот я знаю, что многие, да, собирают летом травы. На самом деле это не так безопасно, потому что, в общем-то, рекомендую вот тоже клинику ваше, как бы, направление, потому что радиоконтроль на радиацию и есть специальные, наверное, препараты. Вот я хотела у вас спросить, я слышала, что в Гордеевской, как бы, в травной вашей медицине у вас есть какие-то старушки, бабушки, которые приносят эти травы, да, и вы их проверяете, либо это не так. Вопрос, где собираются травы, поскольку люди боятся ими пользоваться, думая, что у дорожки собрали рядом с химпромом. У нас есть заготовители, да, с которыми, ну, центр Гордеевы существует достаточно длительное время, много лет, да, и есть заготовители, люди, которые работают с центром все это время и собирают травы в определенных районах. То есть вот так, чтобы бабушка шла по дороге и где-то там собирала цветочки одуванчика, да. Как вы их проверяете? Вот вопрос, датчиками радиационного контроля? Они проходят определенное обследование, их сдают на проверку, вот, и выдают потом уже сертификат о том, что они практически все, да, травы, которые у нас есть в ассортименте. И потом ведь изготавливаются травы в сухом виде, ну, по 300-400 килограмм в сухом виде, вот столько одуванчиков вдоль дороги собрать, высушить и принести нам, сдать, просто нереально, понимаете? Мы принимаем от людей алоэ, вот это вот на древовидной растет, в горшках дома, домашняя, да, вот то есть сок алоэ готовится. В общем, все это проверяется и достаточно серьезно. На сегодняшний день известно огромное количество народных рецептов в лечении детей. К самым распространенным народным рецептам лечения насморка у детей относят прогревание, горчичные ванны, сок алоэ, ингаляцию, промывание носа под соленой водой. Сильный кашель у ребенка может снять хвойный чай, картофельный компресс, прогревающие растирания, водочно-медовые компрессы. Народные методы лечения ангины преимущества основаны на лекарственных растениях с противовоспалительным и антисептическим эффектом. К ним относятся такие растения, как календула, ромашка, алоэ, каланхоя, свекла, редька, чеснок, шалфей и другие. Кроме того, широко применяется мед, прополис, поваренная соль. Чаще всего применяется в виде частых полосканий горла. А вот чеснок является проверенным средством для борьбы с простудой. Также распространены средства из лука. Свежим соком лука смазывают слизистую носа, а луковый сок с медом – хорошее отхаркивающее средство. Ну что ж, если вопросов ни у кого нет, вы вынесли что-то полезное из этой программы, записали какие-то рецепты, поделились своими секретами, и воспользуйтесь ими, и самое главное, они вам помогут, то мы, конечно же, будем только рады. Вы смотрели ток-шоу «Супермама» на телеканале М-Телевижн. Конечно же, огромное количество советов и секретов сегодня услышали, и как вам поступать в вашей собственной жизни, решать только вам. Но помните, что профилактика – это, конечно же, легче и проще, чем само лечение. Будьте счастливы и здоровы, берегите своих близких. Партнеры ток-шоу «Супермама», клинический госпиталь «Мать и дитя», семейный клуб «Любящие сердца», стоматологическая клиника «Армден», «Велнес-центр Слим-клаб». Каждый день мы видим рождение нового человека, слышим первый крик ребенка, и это счастье быть причастным к чуду. Нам доверяют самое дорогое – здоровье матери и ребенка. Мы ценим ваше доверие. Клинический госпиталь «Мать и дитя». Клинический госпиталь «Мать и дитя»